Егор Борисов провел ряд встреч в Москве с руководством ведущих компаний-недропользователей, работающих на территории республики. Необходимость совещания обусловлена завершением разработки стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. С этой точки зрения, по словам главы, необходимо сверить часы с крупнейшими налогоплательщиками, которые обеспечивают до 60% всех налоговых платежей в бюджет республики. Встреча с руководством компании «Алроса» состоялась первой. Президент компании Андрей Жарков заверил главу, что несмотря на некоторое снижение уровня добычи алмазов, общий объем налоговых платежей в бюджет Якутии от компании сохранится на плановом уровне. Далее глава провел совещание с участием руководства ПАО «Транснефть», ОАО «Суркутнефтегаз» и ПАО «НК Роснефть». Во-первых, конечно, нас интересовало объемы производства, которые они планируют в ближайшие годы. Насколько они рассчитывают вкладывать средства в экономику свою, сколько они планируют развивать свое производство за эти годы, и насколько они будут наращивать объемы, потому что мы заинтересованы, чтобы эти объемы в таких плановых индикаторах, которые мы заложили в своей стратегии, они были как-то более соответствующими. И нам очень было радостно и приятно, что эти цифры, они совпадали, и они как бы совпадали с нашими прогнозами. Это дает уверенность, что при разработке стратегии мы находимся в правильном пути.